Олененок стал главным шоу Netflix, влияя на общество и вызывая небывалый резонанс. Когда опубликовал обзор сериала несколько недель назад, он был менее популярен. Теперь его популярность возросла, и я рад, что шоу действительно получило признание со временем. Олененок – погружение в мир травмы и насилия. Оно идеально показывает травмирующее время Ричарда Гэда за 20. Рейтинги высокие. 100% на Rotten Tomatoes и 8.1 на IMDb. Сериал оказал огромное влияние на меня и многих других, так что изучаю его глубже и готов обсудить, почему он так глубоко затронул зрителей. Итак, давайте начнем. Вот почему Олененок просто идеален. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Уровень темноты, который он демонстрирует. Одна из причин, почему, как мне кажется, шоу так воздействует на зрителей, для уровней тьмы, куда сериал был готов зайти, и чего он был готов нам показать. Вот что он показал. Не только показал Марту, преследующую разум и жизнь Донни, но и о Донни, приходящем в согласие со своей сексуальностью, движущихся в небезопасно пространство. А также о его страданиях от злоупотреблений от кого-то, кто, на его взгляд, расширял его карьеру. Но на самом деле он был воспользован и серьезно пострадал. Жизнь Донни разрушалась по чужой вине, и сериал не отказывался показывать это на экране, заставляя наш груз страданий ощущать на наших плечах и заставляя нас отворачиваться в некоторые моменты. Потому что мы просто не привыкли видеть это таким образом на экране. Мы видели, как Донни был несчастен в жизни. И кадр, который на самом деле задел меня, показывающий, как сильно все изменилось, был, когда мы были в начале. Четвертый эпизод шоу. Начало его комедийной карьеры в Эдинбурге. Все начинается с его улыбки, волнения и желания стать комиком. Даже до и после четвертого эпизода не видели былого счастья несколько лет спустя, мы не видели его счастья из четвертого эпизода. Будто два абсолютно разных персонажа. Все события и мысли в голове могут нас изменить, даже если стараться быть храбрым. Весь четыре эпизод, будто кошмар. Донни встречается с Дарьеном Аконнором, превращаясь в свою оболочку. Сцена, где Донни использовали, когда он потерял сознание, была сложной. Немногие шоу демонстрируют такую откровенность, изображая происходящее. Пару секунд хватило, чтобы нарисовать кошмар. Это шоу вошло в территории, куда немногие готовы идти. Это одна ключевых причин его успеха и внимания зрителей. По структуре эпизодов этот сериал выделяется после просмотра. Отличие от традиционной структуры, привычной для шоу Netflix. Сериал Netflix обычно имеет от 8 до 10 эпизодов, примерно по 45-50 минут. Однако Олененок выбрал другой путь. У него было только 7 эпизодов, что довольно странно для числа эпизодов, и их продолжительность колебалась. От 25 до 45 минут. Временные рамки разнообразны, но я думаю, это в его пользу и подходит по тону и настроению. Кажется, Ричарду Гэду дали полную творческую свободу в этом шоу, рассказать его так, как он хотел, как он считал нужным. В конце концов, это его история и события его жизни. Более того, это была театральная постановка, которую он создал и полностью контролировал. Кажется, платформа действительно не накладывала ограничений времени показа или устанавливала квоту на количество эпизодов. Кажется, они сказали, просто расскажи историю так, как хочешь. Не знаю на 100%, но это точно создает такое впечатление, структура точно выделяется. Хаотическая и неопределенная природа продолжительности и счета эпизодов очень подходит стилю и истории. Вы почти не знаете, с какой проблемой в следующий раз столкнется Донни. Так что, не зная, что будет дальше и сколько будет следующий эпизод, действительно добавляет впечатлений. Показывать. Актерская игра, особенно Ричарда Гэда. Обсуждение сериала «Гэда и Ганнинг» нельзя не упомянуть. Гэд занимал особую ступень. Не смогу понять, как Гэд проник в темные уголки сознания и пережил свое на экране. Для этого требуется сила. Именно так касательно игры Гэда. Знание, что Донни переживал все, что мы видели, вызывает дрожь от его игры. Одной из самых душераздирающих вещей в «Бэйби Рэндир» было. Речь, которую он произнес в шестом эпизоде, была одной из самых сильных, что видел на ТВ. Долгие годы он страдал молча, держа все в себе, а потом выплеснул на публике. Выступление, которое он показал, было потрясающим. Длинные кадры, где эмоции истекали с него, помогли нам понять каждое его слово. Однозначно одним из сильнейших моментов в шоу было, казалось, его речь была вершиной. Это было просто идеально. Что касается Джессики Ганнинг, она блестяще справилась с ролью Марты. За ее персонажем была мистерия, взгляд, наполненный одержимостью, когда она смотрела на Донни. Смех, которым она обладала, пронзал даже самый шумный зал, а также тон голоса и преследующая игривость, которая присутствовала, а затем контрастировала с агрессией и яростью, действительно подчеркивали способности Джессики Ганнинг. Вирусность, которую приобрел сериал, это то, что вы часто видите с некоторыми сериалами на Нетфликсе, когда они пробиваются в культурную часть общества, идет на пользу. Сама передача – чрезвычайно мощное средство. Яркий пример этого. Рейтинги детеныша «Северного оленя» выросли почти на 400% между неделями. Редко данный процент вижу. Мы видели влияние соц. Сетей на сериалы вроде «Уэнсдэй» – «Очень странные дела», «Дхарма» и «Большие хиты». Но этот иначе влияет в реальном мире. Так как сериал основан на реальных событиях, избавив многих детективов из соцсетей от попыток найти настоящих людей, на которых были основаны Март и Дарьян, как сказал Ричард Гэтт, он не хотел, чтобы это делали люди. Тем не менее, несмотря на это, нашли реальную Марту и указали на знаменитостей, претендуя на роль Дариана. Так что эта естественная спекуляция еще больше привлекла внимание к шоу и, вероятнее всего, привлекла больше людей. Шоу буквально не похоже ни на что другое, что я видел. Я был потрясен, когда смотрел это. И, как сказал, оно так красиво и неподражаемо, что ни одно другое шоу не могло сравниться. Вот почему Бэйби Рейндир был идеальным. Если хотите увидеть мой разбор Бэйби Рейндир, нажмите на карточку в верхнем углу или заходите на мой канал.